новый дизайн пенсионной системы от путина каков все же он это вести недели и я дмитрий киселев добрый вечер смотрите сейчас новый дизайн а проблем это старая в россии у вас не хватает демократии и свобода слова ваша власть держит вас за рабов именно поэтому существует мои фейковые лживые называйте как угодно альтернативные вести недели из которых вы получите мой собственный комментарий на все самые главные события недели этот проект существует только для того чтобы из российского ватника сволочи и мрази сделать настоящего украинского патриота человека мира а не войны всех поздравляю с новым сезоном и сегодня выпуски четыре версии убийства александра захарченко вот сразу сходу путин и медведев посетили церемонию прощания с иосифом давыдовичем кобзоном на школьной дискотеке запретили включать песни бузовой киркорова и других популярных исполнителей вот такого заголовка в россии я не видел с конца 80-х годов гугл заподозрили во вмешательстве в российские выборы тереза мэй заявила о работе подозреваемых по делу скрипалей в гроу шатко но вял но шалтко но вялко в общем расследования в англии продолжаются по поводу отравления скрипалей мартин из миссион заявил что не контрактировал с центром управления расследованиями ходоковского насчет поездки журналистов в африку но помните та история которая произошла этим летом когда журналисты независимые из россии поехали в центральную африканскую республику и там их кокнули расскажу почему их убили в царь соцработники потеряли документы документы инвалида и вычеркнули его из списка на жилье данная новость позволяет нам судить о том что в россии люди на план на положении рабов они абсолютно не нужны российской власти вот расскажу подробности в частности про дело в казахстанской области с этим несчастным инвалидом и так начинаем новый сезон четыре версии убийства александра захарченко раздавила абсолютная власть я и всех конечно же перечислю но хочу особо отметить что в последние дни лета уж больно работала активно старуха с косой именуемая смерть она забрала к себе очень известных личностей в их числе маккейн кобзон и вот теперь глава днр захарченко четыре версии убийства выдвигает московский комсомолец то есть лично главный редактор московского комсомольца павел гусев первая причина тире версии убийства захарченко несмотря на то что захарченко устраивала абсолютно всех в донецке но он построил такую вертикаль власти что абсолютно все в донецке и даже шире в донбассе все вопросы решались через него даже мелкие хозяйственные и чиновничий но этим в россии никого не удивить причем что самое главное они решались нередко в пользу внимание украины и этнических украинцев которые воюют в днр против в ссу и даже в пользу тех украинцев кто с оружием в донбассе воюют против днр и против захарченко так например захарченко помогал в ссу шникам разыскивает своих раненых и убитых бойцов на линии фронта и переправлять их на родину николаев херсон мариуполь и другие города ну и сел украины естественно это в донбассе не устраивало очень многих кстати вот совпадение его конкурент павел губарев на выборах в 2014 году чуть тоже не стал жертвой взрыва фугаса но вовремя ушел в сторону и насколько я могу сейчас судить не занимается политикой в донецке аватники заявляют что они в днр не террористы вторая причина версии убийства захарченко самая распиаренная российскими сми украинский след ну после того как в ссу не удалось взять л днр полностью под свой контроль в дело подключилась сбу и главное управление разведки украины сокращенно гур а точнее их зондеркоманды простите заватнический язык ну то есть силы специальных операций и начали точечную ликвидацию точную зачистку врагов украины украины гиви моторола теперь вот и захарченко покоится с миром или с войной мне неважно ну и конечно за полгода до выборов порошенко надо было что-то делать ведь юлия владимировна небезызвестная украина не уделывала его по всем статьям и вот он отдал но очевидно отдал приказ о ликвидации врага украины захарченко и не просто врага и лидера врагов украины исключая конечно сами знаете кого владимира владимировича теперь петенька может выльти к народу и сказать гидра обезглавлено что безусловно повысит его рейтинг в преддверии президентских выборов то что рейтинг порошенко повысился после убийства захарченко говорит тот факт что в кремле всерьез заговорили о разрыве минских соглашений логика кремля состоит в том что раз захарченко подписывал минские протоколы а теперь его нет то мин 2 можно уже не соблюдать возрадуйтесь те кто хочет войны на донбассе об этом прямо заявил спикер государственной думы российской федерации вячеслав володин а мария захарова из мида сказала что теперь минск 2 под большим вопросом и обратите внимание об этом кричит москва а не киев вот и закрадывается у меня подозрение что захарченко вполне могла ликвидировать лубянская кровавая губня для экскалации конфликта на донбассе ну чтоб повод был и чтобы народ отвлечь от непопулярной пенсионной реформы но это уже моя версия а третья версия газета московский комсомолец состоит в том что под предлогом войны под предлогом то что война все спишет шел крупнейший передел собственности в донецке граб граб награбленная об этом еще ленин завещал самые крупные бизнесы донецка подмяли под себя приближенные захарченко люди но опять таки нас в россии этому не удивишь донецкий а а говорим донецкий бизнес подозреваем рената ахметова да этот факт его как раз таки и не устраивал то что различные компании различные фирмы различные кафе в донецке которые принадлежали рената ахметова захарченко отжимал при помощи своих боевиков и отдавал своим приближенным аринат ахметов этот человек который даже влиятельнее любой юлии владимировны любого петра алексеевича в украине это уж факт недаром в том кафе сепар погиб вместе захарченко позывной ташкент главный кошелек захарченко и один из главных хранителей общака данные говорю специально общак они казна чтобы им там в донецке было понятно на их языке два года назад воровство но из общака данные было в порядке вещей и захарченко на это закрывал глаза но на днях стал заниматься этим вопросом то есть спрашивал своих людей мол типа ну вот я тебе из казны республики перечисляю деньги а ты вроде как бы для республики нихера ничего не делаешь а ну-ка мы можем так говорил мы можем пересмотреть твой вопрос по поводу владения собственности в донецке естественно ну это он говорил многим и понятно это многих не устраивало короче говоря самый обычный бизнес разборки но повторюсь это всего лишь версия и я скорее склонен думать что это реально диверсанты сбу но по принципу врага надо уничтожать и и кстати говоря ренат ахметов гораздо более влиятельный в украине об этом я говорил чем порошенко сбу его сын еще не забыл как захарченко пытался говорим захарченко понятное дело подозреваем не только его но и всю власть днр что отжал стадион в донецке у ахметова потом тренировочные поля ну и хоккейный клуб не хоккейный клуб донбасс а вот ледовый дворец спорта в тоже отжал захарченко ну дальше можно продолжать там у него различные предприятия в донецке и вот он их всех отжимал естественно по воровским понятиям по законам украины надо было по законам украины да надо было дать ответочку и аренат ахметов дал ответочку и это конечно тут аренат ахметов ну у него цели совпали с украинскими властями и я так думаю что специальные силы украины действовали в связке с с аренатом ахметовым и его людьми вполне может быть ну кстати говоря вообще вот это вот взрывное устройство вмонтировали в лампочку и когда захарченко пришел в кафе бац бац это говорит о том что это делали безусловно профессионалы своего дела безусловно одни из лучших диверсантов украина россии не важно ну стоит отметить также министерство госбезопасности данные аналог сбу в киеве и аналог фсб в москве которые профукала своих национальных героев национальных героев понятно не для украины для донбасса гиви моторолу вот теперь захарченко при том поражение от сбу они потерпели унизительное почему унизительно потому что они были мгб днр а кто такой мгб днр а это бывшие сбушники которые изменили свои присяги они были вынуждены с официальным вот вот не просто так а с официальным запросом обратиться за помощью след к следственному управлению федеральной службы безопасности российской федерации тем самым они признали факт своей лошадности то что они не смогли сделать для безопасности в республике и мгб днр безусловно проигрывает сбу и бур в контрразведывательных и разведывательных делах за счетом 5.0 посмотрим как помогут им мгбшников днр следаки с фсб наверное все таки реально могут подтянуть их уровень но посмотрим что из этого выйдет кстати говоря что интересный факт захарченко ведь помните та история со смещением в лнр а плотницкого плотницкого да ведь там стал человек из спецслужб руководить лнр луганской народной республики а вот захарченко был из простых можно по-разному к нему относиться да безусловно враг украины но все таки он не принадлежал так сказать конторским а людям и наверное поэтому его копнули чтобы в днр поставить своего человека из мгб из сбу выходца из фсб неважно главное человека выходца из спецслужбы я думаю ради такого и действительно могли его ликвидировать да в чистом виде это блядство и предательство ну понимаете в днр террористы они по-другому не могут поступить потому что они террористы и еще такой вот факт интересный когда убили захарченко российские не власти правда но приближенные к власти журналисты прям в открытую никого не стесняюсь признались что в лнр они совершили госпереворот то есть они сверкли плотницкого да это вот не раньше как считалось там захарченко пошел там плотницкий написала маляву порошенко с просьбой попросить и поэтому там под предлогом усиление безопасности захарченко отправил своих как говорят на украине восков войсковых на влнр а потом как бы арестовал плотницкого и его выдавил в россию нет это оказывается влнр сместили плотницкого российские спецслужбы об этом заявил владимир соловьев в программе вечер с владимиром соловьевым вот но этот эфир был в конце августа него но я надеюсь вам теперь станет ясно все перипетии жизни днр и лнр так а а путин и медведев посетили церемонию прощания с иосифом давыдовичем кобзоном мне бы хотелось сказать пару слов про этого выдающегося певца естественно путин не мог не посетить церемонию прощания с кобзоном ведь он исполнитель заглавной темы самого популярного сериала про чекистов в ссср 17 мгновений весны а путин раньше сам был конторским человеком и вот так совпадение с фильмом 17 мгновений весны путин как и прототип 17 мгновений весны максим максимович исаев наш разведчик слушал так же как и он германия иосиф давыдович кобзон очень мало двигался на сцене он был воспитанник советской эстрады с большой буквой с понимаете под этой буквой что хотите я знал другого кобзона политика человека влиятельного который в качестве депутата голосовал за законы которые наносили вред гражданам российской федерации в первую очередь в их числе и та самая пенсионная реформа по которой вы просто не доживете до своей пенсии и это при том что даже в советские времена и по меркам сср кобзона не назвать пролетарием мягко говоря и вот он а вот олигархом кобзона вполне можно было бы назвать кобзон как депутата точнее его машина мешал мало кто это помнит мешала проезду скорой помощи с ранеными заложниками норд-оста в большинстве большинстве которым их ранили не боевики вовсе а тот самый злопоушный фсбшный газ назовем его пред новичок а и да это скорая помощь которую власти москвы подогнали к дубровке к норд-оста в смысле прилегающей улице они к самому театру которым разогралась та еще драматическая ситуация и она как раз из-за машина кобзона то есть машина кобзона стояла на выезде въезде театра на тубровке а вот скорая помощь не могла войти но там не только кобзон там другие депутаты отличились этим но в частности иосиф давыдович и как раз таки машины депутатов государственной думы во главе с кобзоном переградили все пути въезды специальных служб ну кроме фсб на 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 самую на дубровку об этом вот что вы забыли вы забыли что надо отделять как раз хорошего певца от не просто бездарного политика от человека чья политика наносила вред государству а я вот помню я все хорошо помню как как кобзон преграждал выезд заложниками на дубровке скорой которая была вовсе никакая не скорая она так называлась а мэрия москвы из-за того что скорой помощи не хватало к нордосту она подогнал подогнала но это юрий михайлович лужков естественно в то время подогнала обычные автобусы марки лиас и вот эти самые вдумайтесь весь трагизм ситуации тогда автобусы марки лиас были были вынуждены работать скорой помощью от чего еще погибло то есть мало того фэйсбэшников за траванули газом мало того что кобзоны другие депутаты перекрывали все входы и выходы и вообще мешали работе спецслужб так еще и московская мэрия отличилась тем что вместо скорой помощи были обычные автобусы конечно это не вина еще раз повторюсь только исключительно кобзоны но вот это вот дает нам представление о том что хороший певец не всегда хороший политик ну хватит про но тост а дальше кобзон получил как раз таки медаль за этот самый нордост который постыдно и это тоже факт о котором молчат он вернул обратно ну фирмы изготовителя по всей видимости это было госказначейство такой вот был 2002 год ну и да и из а вся обожателей эстрады ссср он превратился в еще одного врага украины такого же врага украины как александр захарченко он поставлял оружие боевикам помогал им лечиться что там он еще делал а ну конечно же перечислял деньги вообще к днр из которого потом вот эти вот самые люди захарченко ходили по украинским селам и грабили местное население вот такой вот и такой был кобзон не только положительный я ставлю равенство между кобзоном и усама бен ладен и неспроста после смерти кобзона убрали захарченко вот часто говорят путинская мафия а ведь при этом слове слова мафия можно в первую когда ты называешь это слово мафия или словосочетание путинская мафия ты в первую очередь представляешь что представлял именно иосифа давыдовича кобзона ну естественно там шахутинский дальше идет но и кобзона тоже так что я думаю что им на том свете есть о чем поговорить с захарченко ну и перемога для украины для всех тех кто сочувствует украинской власти двое врагов ликвидировали за неделю так идем дальше о да да на школьной дискотеке запретили включать песни бузовой тут многие скажут наконец-то киркорова и других популярных исполнителей вот мы и с учебного года восемнадцать девятнадцать двадцать первого века докатились до полного маразма я такого заголовка не помню советских времен чтобы школьникам запрещали слушать какие-то либо песни ну кроме матерных матерные запрещали песни слушать во все времена а вот просто песни без мата такое впервые на моей памяти за долгое время даже за лет двадцать пять речь идет конечно не про урок где должны сидеть смирно что запрещали песни на уроке а речь идет про мероприятия в угоду самим же школьников на первоприятии дискач дискач скажу для тех кто еще не вырос из этого возраста есть на дискотеках есть в современных поп-песнях киркорова и буза бузовый некий такой двойной смысл он действительно есть однако это не говорит о том что песни надо запрещать без матерной конечно если их запретить песни на дискотеке то школьники все равно будут будут слушать и до запрета и после запрета это вот как советское время когда было запрещено рок-н-ролл и джаз но вся молодежь там сходила с ума если у них была грамп-пластинка там сэлвисом пресли с группой сидисе ну разные предпочтения были но смысл один и тот же что запрещая какие-либо песни ну кроме естественно матерных похабных там частушек то молодежь этим все равно будет интересоваться так лариса суд судиловская начальница спортивного лагеря олимпийц где составили список запрещенных композиций я вообще не понимаю как можно запретить короля российской поп-музыки такой даже путин не позволяет а вот лариса сузиловская позволяет тебе так самоуправиться ну так вот она заявила что в нашем лагере а хорошее место лагеря не назовут а это напоминаю еще раз не трудовой лагерь это детский детский спортивный но уже наверное школьников готовят готовят к трудовому лагерь в россии так сначала школьный лагерь идет а потом тюремный поэтому надо свалить на украину кроме того что касается ларисы судиловской вот она что заявила у нас спортивный лагерь и все это делается для гармоничного развития детей ну хорошо я еще понимаю запрет на песни с матом с прямым матом как например у рэпера фэйс но запрет песен где там прямая идет пропаганда наркотиков ваххабизма тюремной жизни но все таки найти двойной смысл в песне можно в любой абсолютно песни и что теперь вообще запрещать запрещать музыку лариса судиловская она относится к своим подопечным так вот их надо чем-то занять вот посту вот мы дискотеку устроили но ни в коем случае свят 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 не надо петь не надо петь вот этих вот огромных песен типа цвет настроения синий нет 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 дети должны быть уметь взрослеть быть а духовными скрепами то есть но факт в том что как раз эти запреты она просто это не понимает это лариса судиловская что вот эти вот запреты на дискотеке в школах в пионер лагерях неважно где они ведут к прямо противоположному эффекту Так, например, пока Лариса Шудиловская запрещала песни Бузовой, песни Филиппа Киркорова, дети уже не нюхают там кокс, там что еще, не бухают пиво и не колют наркотики. Они организовывают свои ОПГ, прям в школах. Я сам видел фильм НТВ на подобную тематику, это все называется АУЕ, что в переводе как означается «Аристантский уклад един». Дожили, и если раньше дети курили, нюхали клей, то теперь они не играют, вот это надо подчеркнуть, а хотят стать преступниками, причем самыми отморозками. Но они, конечно, этого не понимают. Понятно, их влечет тюремная романтика, тюремная жизнь. И вот Лариса Судиловская, директор-пионер лагеря в Нижнем Новгороде с названием Олимпийц, как раз подталкивает детей к этому своими запретами. Да, да, абсолютно, абсолютно так, и никак иначе. Песня «Цвет настроения синий», которая попала под запрет Ларисы Судиловской, этого цензора из пионер лагеря Олимпийц, просто шикарная, просто шикарная. И тут Филипп Бедросович попал в точку, потому что ведь цвет настроения синий, это ведь может быть, ну, просто, что вот устал. А может быть, как раз в понимании Судиловский, что бухают. Но дело в том, что, ну, как бы, синий это же стеняк, да, к этому идёт отсылка, так она поняла смысл песни Филиппа Киркорова. Но, как вам сказать, притраться можно к чему угодно. Я в моём детстве, в моём детстве запрещалось только слушать частушки с матом. Всё остальное было можно, абсолютно. На школьной дискотеке играли Тимати, ну, тоже вот без маты так особо, но вот я помню до сих пор, как на школьной дискотеке у нас звучала песня Тимати в клубе, когда диксы танцуют, пусть горы знают, с кем он тусует, дети прямо из Москвы, Тимати и Джей Кли. Играли старые песни, хорошо вам знакомые, типа «Милый мой бухгалтер» и прочие. И, знаете, люди выросли, вон, как я, весьма и весьма достойное общество. Поэтому, конечно же, ещё раз повторяю, что запрещать ничего нельзя. А этот горе-директор не понимает этого. А потом мы ещё удивляемся, куда скатывается российское образование. Это не образование, скатывается. Это российские люди, которые имеют хоть какую-то маленькую власть. Вот, например, как директор пионерского лагеря. Они вкатывают молодёжь не в советское даже время, а в 16 век. Своими тупорылыми запретами. И дети из этого лагеря рассказывали, что также этот горе-директор, Лариса Суделовская, ещё запретила медляки. Аргументируя это тем, что у нас спортивный лагерь. Вот, дескать, и дети должны дрыгаться. Это бы имело смысл. Если бы она не понимала, зачем вообще весь смысл школьной дискотеки. Вот вы знаете, в чём смысл дискотеки? Это не в том, что танцевать лучше других. Это не в том, чтобы послушать самые популярные песни. Самый главный смысл любой дискотеки, будь то в школе, будь то в пионерлагере, это пригласить какую-нибудь девчонку первый раз в обнимку потанцевать. И вот она запрещает это Лариса Суделовская в медляке. Ну, а я расскажу про своё детство. Я больше любил колбаситься под Серёгу. Да, под этого белорусского рэпера. О, я обожал его песни. Миллион долларов США. Жизнь будет хороша. Но не у этих детей, судя по всему, на этой школьной дискотеке. Пусть список и дальше пополняется. Пусть им вообще ничего нельзя будет. Родители знали, куда отдавать детей. Хорошее место лагерем не назовут. Много раз это повторяю. И люблю это изречение. Ну, прописочили этот пионерлагерь Олимпиад в Нижнем Новгороде. И идём дальше. Слишком громко для дня тишины. Гугл заподозрили во вмешательстве выборы. Причём в наши выборы. Хотя, понятно, кричат, что это мы вмешиваемся в выборы других стран. Не без оснований надо полагать. Но тут как можно вмешиваться в то, в чего в реальности нет. Нет реальных конкурентных выборов в России. Ведь Путин и его команда, Единая Россия, я сейчас намекаю на это, принимают участие только в тех мероприятиях, в которые он или ядро не обязательно выиграет. Если они в ядре, или сам Путин понимает, что он где-то что-то в каких-то сферах не выиграет, он туда или они туда просто не идут. Ну или идут, но с целью отжимания денег. Но это уже другая проблема. Мы сейчас говорим про выборы. Самого смысла этого слова выборы в России давно уже нет. То есть, российская власть себе же обеспечивает всякими там, ну если мы речь идём про, речь ведём про муниципальные выборы всякими там фильтрами, сажают самых сильных кандидатов, президенты, да, на кого не намекаю, но все прекрасно понимаете, о ком идёт речь. Сразу три ведомства российской власти, Роскомнадзор, Генпрокуратура и Центральная избирательная комиссия предупредили Google, что через их сервис YouTube Америка постоянно вмешиваются в российские выборы. То есть, в то, чего нет и при Путине быть не может. На самом деле, ведомство Роскомнадзора даже отправляли письма с претензиями, совсем уже охренели, на имя исполняющего директора Google Ларри Пейджа. Возмущают нашей властью то, что на YouTube граждан призывают выйти на незаконные митинги 9 сентября, то есть в момент выхода моей программы. Вот мне интересно, что им ответит Ларри Пейдж. Я бы нашим власям ответил следующее. Письмо на письмо. Что такое настоящая демократия? Это когда люди мимо и без оружия выходят на несогласованные с властью митинги протеста. Это когда, в том числе при помощи наших сервисов, люди делятся впечатлениями об этих самых митингах. И запрещать их означает запрещать демократию и идти в нарушении Конституции Российской Федерации. Вы, уважаемые Роскомнадзоры и Генпрокулатура, готовы ли вы нарушить свою же собственную Конституцию? Это был бы шикарный ответ гендиректора уважаемой компании. Возможно, какое-то письмо ответное было. Я не знаю. Причем ясно же, откуда многие растут, откуда давят на Google. От фирмы Газпром Медиа. Их Рутуб, аналог американского Ютуба. Слишком непопулярный и трещит по швам по сравнению с американским аналогом. А вот теперь представляете, что Ютуба нет в России. Куда пойдут все блогеры, хейтеры и тому подобные люди? Ясное дело, что на Рутуб. А значит, бабло в Газпром Медиа потечет с двойной, может даже тройной силы. То есть тут даже не политика задействована. То есть тут даже не против Навального копают. А тут элементарные бизнес-интересы. Если ты с конкурентом не справишься, то что надо делать по логике российских властей? Правильно. Конкурента у себя уничтожить. Если он не выплачивает в карман власть имущим. Гугл не выплачивает в карман Путину, как мы понимаем. Налоги это немножко другое все-таки. Также письма счастья с угрозами от российских властей получили в офисах Твиттер и Фейсбук. Ну тоже ясно же зачем. Чтобы ВКонтакт стал... Ну он и сейчас махина, но по международным меркам он дырка. А вот если запретить в России Твиттер и Фейсбук, то бабло в ВКонтакте будет увеличено. За счет, естественно, новых пользователей, которым деваться будут некуда. И они перейдут из Твиттера и Фейсбука в ВК и на Рутуб. Это мы говорим, что если реально будет заблокирован Гугл в России. А не будет то, что было с Телеграмом, когда запретили сеть, а все тупо скачали в ВПН и пользуются. Ничего власти не могут делать. Вот если реально они сделают, если реально Роскомнадзор будут у руки, откуда надо у них будут расти, то тогда несладко, конечно, придется. Но все-таки у меня, кстати, есть аккаунт на Рутубе. Так, на всякий случай. Ну, я уж молчу про ВК. Так. У этой истории есть еще, так сказать, клоун недели истории совмешательства в российские выборы Гуглом. В кавычках естественного вмешательства. Этот клоун называется Александр Клюквен. Один из руководителей Центральной избирательной комиссии, который заявил, что интернет принадлежит американцам. Они, конечно, безусловно, его изобрели. Но интернет это всебирная сеть. И никому он не принадлежит. Хотя, конечно, Америка на него очень много больше любой другой страны мира влияет и на его развитие. Это, безусловно, так. Но это по причине того, что они изобрели интернет. Вот мы изобрели автомат Калашникова, вот мы на него и влияем. А, они изобрели интернет. И они влияют на него. Вы поняли, о чем я хочу сказать. Кстати говоря, у Клюквена в пиджаке айфончик есть. Наверняка есть. А его тоже не изобрели в России, увы. На фоне Гугла и Телеграма мы видим, как российские власти грохают самые продвинутые компании и их деятельность у нас в стране. Это как вот в 18 веке сжигали фабрики и заводы. Там Римская католическая церковь, наша тоже отличилась в свое время. Обосновывая сжигание фабрик и заводов, то, что фабрики и заводы производят сатанинскую материю. Ну, то есть не являются духовными скрепами. Ну, прошли годы, и что оказалось? То, что без фабрики и заводов никуда. А вот без РПЦ, без Ватикана прожить можно. Пусть это не понравится мое-то изречение людям глубоко верующим. Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по делу скрипалей в ГРУ. Выяснилось, что отравить скрипалей отдали приказ караушникам на самом верху в Кремле. Об этом Тереза Мэй заявила в парламенте соседнего королевства. Соединенного, прошу прощения. Нет, Тереза Мэй сказала, что только у России имелось такие возможности, что самое главное мотив, а также практический опыт провести химическую атаку в Солсбери. По словам Терезы Мэй, Россия, Российское государство, ее руководители нас постоянно запутывали и вводили в заблуждение. То есть врали нам в лицо и даже не краснели. Стали известны имена и фамилии агентов ГРУ Мауэра, которые траванули скрипалей. И это не кто иной, как Петров и Баширов. Петров и Баширов! Если у вас есть друзья, знакомые, приятели с такой фамилией Петров и Баширов, знайте, это агенты ГРУ, и они могут вас травануть химическим оружием. Минута молчания насчет вас. Так, киллеры Петров и Баширов везли отравляющее вещество класса новичок в Британию во флакончиками, во флакончике с духами фирмы Нина Ричи. Вот теперь знайте, дорогие дамы, или может даже мужчины, что не надо покупать духи данной фирмы, не надо покупать духи Нины Ричи. Это может быть крайне опасно. Да, сказали, что флакончик фальшивый. Но что мешает компании Нина Ричи, итальянской компании, сотрудничать с российскими спецслужбами? Ответ – ничего! Также в 30-х годах сотрудники модного дома Нина Ричи в Италии работали, об этом инфы нигде нет, но я достал эту информацию, о том, что сотрудники, вам это понравится, сотрудники итальянского дома Нина Ричи в 30-х годах работали на разведку НКВД СССР. Прошло более 50 лет, и, судя по всему, ничего не изменилось. Ведь мы все знаем хорошие отношения в кризисы различные между Италией и Россией. А вы думаете, почему модельеры, производители косметики, производители духов тоже могут быть шпионами, или, по крайней мере, сотрудничать с различными спецслужбами, в том числе и такого государства, как Российская Федерация, которая, естественно, преступная и аморальная. Не то, что Украина. Так что, если вы там на курортах, ну, просто за границей побываете, увидите человека, женщину, мужчину, там, у него духи не на Ричи, у него платье не на Ричи, у него, я не знаю, сумка не на Ричи. Знаете, он шпион под прикрытием и работает на Кремль. И потом не говорите, что я вас не предупреждал. Поздно будет. Я думаю, это... Так, так, так. Александра Петрова и Руслана Баширова стали лопить российская пропаганда. Да какие из них шпионы? Да какие из них шпионы из Александра Петрова и Руслана Баширова? Шпионы. Ответ самые простые. Да посмотрите, вот они летят с самолетом аэрофлота, шляются по Лондону в то время, как настоящий шпион проникает в сану через третьи страны. Александр и Руслан сутки шляются по Лондону и лишь потом отправляются в Солдпери. Еще также в СМИ говорилось в российских, что они снимали в Лондоне там эта самая гостиницу одноместную с двухспальной кроватью. То есть они геи. А геи никогда бы, никогда бы при Путине не работали на российские спецслужбы. Вы будете шокированы. Но именно геи и работают на российские спецслужбы. По той простой причине, что уж кого-кого но гея не заподозришь в шпионской деятельности на Кремль, в пользу Кремля. А если не заподозришь, то это большой косырь. То есть шпионы обычно являются те люди, ну которых, ну просто, ну, вот правда, вот они так владеют своим мастерством, что никогда в жизни их не... Это речь, конечно, про хороших шпионов, а не про провалившихся агентов. Что никогда не заподозришь их в шпионской деятельности. Пример Рофмасса. Самый известный пример – это фокусник и эллюзионист Гарри Гутин, знаменитый на весь мир, по совместительству агент ЦРО был. А что мешает каким-то геям работать на Кремле? Да, российская пропаганда кричит, что геев нам не надо в стране. Но может, просто они отводят глаза? Я также скажу вам, что жизнь этого не шпионских боевиков. В жизни бывает всякое. Может быть реально, элементарно, из-за санкций, из-за того, что Путин ни хрена ничего не смыслит и понимать не хочет в российской экономике, что он выходит из спецслужб. Просто у российского государства не хватило денег, чтобы въехать, чтобы их шпионы въехали через третью страну, там снять двухспальный номер, и почему они поехали не в Солсбери, а в Лондон, и потом еще бродили там по Лондону. Ответ очевидный. Они проверяли, следят ли за ним контрразведка Британии МИ-5. Вот я не понимаю, почему расшистам этого это невдомек. То есть они бродили по Лондону не потому, что они там плохие шпионы, не потому, что из них представляет английская власть шпионов и предателей. Просто они одновременно следили, что за ними не должно быть слежки контрразведки МИ-5. И если слежка таковая все-таки имелось место за ними, избавиться, затеряться в Лондоне. Это же очевидно и лежит на поверхности. Мы не привыкли, смотря фильмы про шпионов, то, что они нарезали круги по Лондону. Да, но это я уже про это все дело говорил. И еще тут важно то, что вот это вот как бы может быть так, а может быть еще более интереснее. Виктор Шендерович на Эхо Москвы говорил, что тут важно не столько отравить предателя, сколько вот провести демонстрацию, что вот Россия так может, вот мы там на вашу контрразведку нам начкать, вы нам ничего не сделали, или все, мы даже на Аэрофлоте к вам пролетим и отравим, а вы ни за что не догадайтесь, не предотвратите теракт. Оно так и вышло. Оно так и вышло. Вышло, что дышал. С другой стороны, если ставятся перед вами такие задачи, как провести в европейской стране диверсию с применением химического оружия, а времени вам отводится два-три дня, то какие-то ошибки, даже если ты будешь очень хорошим шпионом, у тебя могут быть, ведь как учат на шпионских курсах, и не только шпионских, но еще и в армии, умри, но задачу выполнили любой ценой. Петров и Баширов ее выполнили любой ценой. Их не смутило то, что они там попали в СМИ. Их не смутило. Главное, они выполнили цель и благополучно вернулись в Россию. Все. Какое было мотив отравить Скрипалей? Ну, мотив очевиден. Это, понимаете, вот говорят мотив-мотив, но это даже не мотив, это практика российских, даже еще советских спецслужб. А про неотвратимость наказания. Неважно там, даже если шпион, предатель родины отсидел в твоей тюрьме, и как в случае со Скрипалями, он был, там, пошли на обмен, его обменя, его высали из страны, а нашего разведчика тоже высали из Британии, ну, в общем, произошел обмен. Все равно, если ты предал родину, ты должен понести полное наказание. Если по каким-то причинам тебя нельзя содержать в тюрьме, то ты будешь отравлен, убит, расчленен. выбирайте что хотите. Это логика спецслужб, и не только наших. Но, на мой взгляд, это, конечно, было сделано не умно российскими властями. Кстати, говоря, пример из истории. Вот Бандеру, когда агент ККБ его убил, да, в то время, когда он его убил, шли 50-е года, и Бандера, ну, как враг для Советского Союза, для Советского государства, уже не представлял. А его убили когибисты. И вот, когда его убили когибисты, эта смерть позволила Степана Бандера, Бандеру АУМ УПА вести в свой почетный легион героев. То есть, если бы Бандера умер своей смертью, то еще не факт, что он бы был популярен в Украине. А так как его убили когибисты, да еще по приказу москалей, то ищет обратного. Значит, он герой Украины, чтобы он плохого там не сделал. То есть, и вот насчет этого тоже надо подумать. Не всегда устранение своих врагов это хорошо и выгодно для тебя. Теперь англичане могут отдать приказ атаковать российские корабли в Сирии на том основании, что Россия произвела на их территории террористическое применение химического вещества, это есть террористическая атака. И теперь Тереза Мэй может отдать приказ бомбить российские корабли в Сирии. Повод для этого уже увы имеется. Так оно вот так оно и есть. Четверг Мартин из миссии он заявил, что не контактировал с Центром управления расследованиями насчет поездки в Африку. Центр управления расследованиями это центр имени Ходорковского. Он им владел об этом в своем фейсбуке написала журналистка RTVI Ольга Мясникова. Что в этом нет ничего удивительного. Удивительно в другом как опытные журналисты уровня Ахана Джамаля а это на секундочку уровень пропагандиста ВГТРК Александра Сладкова мог довериться кому какому-то Мартину из ООН который даже не назвал своей фамилии и естественно он был никаким не Матхином из ООН а он был киллером службы внешней разведки России. Ну вот мы видим классическое заказное убийство вот не ограбление как нас пытаются уверить российские спецслужбы а именно заказное убийство потому что доверились фейковому Мартину из ООН причем заметьте да он не называл ну я как уж так не называл даже свою фамилию с ним общалась убитые журналисты через телеграмм это всякие вот наивные люди могут думать что телеграмм это абонимный мессенджер на самом деле это фсбшный мессенджер и других спецслужб России и запретили его у нас неспроста по понятой причине чтобы не каждому в России можно было общаться через каналы фсбшников а те люди которые не из фсб не из российских спецслужб но сидят в телеграмме они являются как раз и клиентами фсб и российских спецслужб клиентами естественно в кавычках как был Архан Джимань что кстати меня в свое время заставило отказаться от телеграмма еще до всякого запрета понятно что убивать в Африке врагов Путина и свалить все на банальное ограбление легче легкого проще всего вот это и было сделано вот не здесь кокнуть чтобы потом либералы вопили в случае с убийством Бориса Немцова а там ну дескать Африка не ходите дети в Африку гулять вас еще в СССР это предупреждали так оно и есть разбой разбой потом когда они сели в машину от места назначения базы наемников Путина они свернули в кавычках объезд по более длинной дороге Джамаль с коллегами отклонился от заданного маршрута на 45 километров 45 километров от заданного маршрута и на объездной дороге их кукнули ребята это классика это классическое заказное убийство российских спецслужб классическая заказуха когда у тебя есть два непроверенных человека и они тебя ведут по одной из самых опасных и по одной самой неохраняемых и опасных дорог в одной из самых опасных стран мира понятное дело они то думали орханта думал не оформляя пресс-карту что он едет исклю что за ним никто не следит но он общался в телеграм канале но это конечно же понятное дело это это вот как заглянуть в пасть крокодилу и сказать да он меня не съест съест еще как съест не тронули водителя так если ограбление в первую очередь убивают водителя чтобы либо машину тормознуть либо чтобы она попала в кювет подстраивая таким образом смертельное ДТП на до руки да а тут водителя не тронули понимаете то есть ну теперь собственно говоря они туда съели Арханг Джамаль и наши журналисты убитые если снимать про деятельность ЧВК Вагнер частную военную компанию повара Путина Иосифа Иосифа просто просто пригожина я уже заболтался ну и либералы российские говорят ну некоторые некоторые что ЧВК это хорошо это прекрасно но они забывают об нескольких факторах ну во первых деятельность ЧВК у нас в стране попадает под действие наемничества это вот вы сначала наемникам как бы разрешите в России организовывать наемнические кампании военные а потом естественно их лицензируете и говорите что ЧВК это прекрасно это первый момент и второй момент вот вся проблема с этими ЧВК в том что сегодня они охраняют какие-то прииски нефтеполя а завтра с тем же оружием они свергают президента данной страны то есть непонятно когда в каких случаях ЧВК действует не как охранное предприятие а как наемническая организация поэтому в отличие от российских либералов я считаю что деятельность ЧВК в России должна быть строго запрещена не надо повторять ошибки чужих стран и чужих компаний типа Blackwater но я понимаю что нашим властям все равно ЧВК Вагнер в Центральной Африканской Республике охраняла добычу алмазов которые потом чтобы пройти таможню таможни нескольких стран запихивали как я понимаю виолончели друга Путина бизнесмена Раул Дугина и переправляли на панамские обшоры вот в чем преступление в том что деньгами из казны путинская власть оплачивает наемников которые занимаются тем что вывозят алмазы незаконным или полузаконным полулегальным методом из Центральной Африканской Республики и переправляют их на обшоры на личные обшоры дружков Путина и вот про это как раз ехал туда Иохан и его коллеги снимать фильм как вы понимаете если бы он снял этот фильм если бы их в царь не убили бы то этот канал обогащения личного обогащения дружков Путина пришлось бы прикрыть из-за новых санкций ну в частности против того же бизнесмена Ралдукина и поэтому деньги решают всего и все и ничего личного просто бизнес так сейчас у нас да у нас есть еще одна тема 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 а ну и забыл сказать еще дополнить про царь туда отправился следственный комитет расследовать убийство наших журналистов но надо понимать что следственный комитет это следаки второго уровня вот когда грохнули Захарченко Кремль отправил следаков первого уровня то есть из ФСБ а вот когда грохнули журналистов то Кремль отправил следаков второго уровня из следственного комитета а чем занимаются следаки второго уровня они прикрывают реальное заказное убийство и избавляют избавляют от улик или перенаправляют улики в русле уголовного дела чтобы это было простое ограбление то есть занимаются прикрытием киллеров Кремля в Центрально-Африканской республике ну идем дальше идем дальше соцработники а ну еще 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 стоп еще про царь еще про царь скажу что теперь Ходорковский вновь опять по грязь крови и теперь Ходорковский недаром закрыл Центр управления расследованиями и теперь Ходорковский в роли нового Березовского пусть порадуются патриоты Рашки вот теперь теперь значит соцработники потеряли документы инвалида и вычеркнули его из списка на жилье 15 лет женщина инвалид второй группы ожидала получения льготного жилья которое ей положено по закону а потом она получила письмо счастья которым российская власть в лице администрации Комстромской области исключила его из этой самой очереди на льготное жилье на основании того что полученные подопечные губернатора Сергея Ситникова надо сказать надо называть героев лицо потеряли документы инвалида а со слов потерпевшей Марина Гусевой администрация Комстромской области не просто потеряла документы инвалида а их специально уничтожила при переезде сельской администрации Комстромской области а как вам специально уничтожили документы инвалида второй группы чтобы она не получила свое жилье а сделала это краевая администрация Комстромской области чтобы отчитаться перед Кремлем вот смотрите у нас стало меньше инвалидов и мы выполнили эти майские указы любой ценой женщина инвалид стояла в очереди 15 лет так и не получив квартиру вычитаем 2018 минус 15 лет и получаем 2003 год кто у власти был тогда и сейчас ответ Путин Владимир Владимирович это я к чему да к тому что вот когда власть нам говорит что все проблемы идут из 90-х эти самые 90-е давно уже в прошлом и проблемы граждан сейчас это исключительно косяки нынешней власти а не предыдущей не Ельцина и Примакова а Путина с Медведевым при Ельцине да заводы продавали рабочие не выплачивали зарплаты и пенсии их сокращали но заводы хотя бы просто были физические в наличии за 20 лет путинской воровской власти от заводов России вообще ничего не осталось да некоторые работают но они сводят буквально концы с концами я думаю что вы замечали да раньше в вашем городе вашем районе был завод а сейчас на месте этого завода стоят элитные дома или пустырь и это все было сделано не при Ельцине а при Путине Путин убил промышленность в России женщины инвалиды вообще люди не как рабы а как граждане не нужны увы российским властям и предприятия на которых они трудились и трудятся тоже российские власти не нужны ситуация уже дошла до критической метки в США в следующем году SpaceX повезет на орбиту космонавтов к этому времени в России хотели распродать центр подготовки космонавтов да меня слышалось именно центр подготовки космонавтов тот самый знаменитый звездный городок Путин принял решение не распродавать звездный городок но это означает что пока в США SpaceX будет доставлять людей до Луны и Марса в России корпуса космонавтики будут ржаветь а ведь это космос где мы всегда гордились своими героями своим лидерством Гагарином мы гордились Леоновым Терешковой прочими а что там творится сейчас вот в частности на МКС в российском сегменте международной космической станции недавно произошла утечка воздуха вот тебе и хороший в кавычках руководитель всего Роскосмоса который любит пиариться и выпендриться Дмитрий Рогозин вернемся с небес на землю Лаис Гусевой инвалиду второй группы после того как она отстояла честно своим трудом 15 лет в очереди на жилье российские власти сказали вновь вставайте на жилье и будет оно вам тоже через 15 лет но в конец очереди а где гарантия что пройдет 15 лет и российские власти вновь не скажут что теперь обратно вставайте в самый конец очереди на получение социальной квартиры вот именно поэтому и надо уезжать из этой бежать из этой блядской человеконенавистной страны которая называется Россией потому что российское государство плюет вам в лицо и в душу тоже плюет я бы даже сказал жестко кончает ну и эфир у нас тоже кончился еще стоит поговорить насчет личных новостей а личные новости у меня такие я постригся теперь я лысенький вы видите это на экране и забрался на гору о чем давно мечтал и моя мать бездарность российского образования но об этом как-нибудь в другой раз спасибо за внимание пока с новым сезоном с днем города вас москвичи с днем выборов вас во всех остальных регионах России с днем города также поздравлю свою родную Самару и вот теперь наш эфир действительно завершен пока